Сельхозтехника, сотни круглых столов и пресс-конференции. Это основная программа агрофорума Дня Сибирского поля. Гости мероприятия могли увидеть и редкую технику, специальный культиватор. Это комплекс для внесения безводного аммиака. Такие технологии были только в Канаде, в Америке, ну то есть в Европе. Он позволяет вносить безводный аммиак в почву. Это способствует увеличению урожайности до 50% по отношению к остальным удобрениям. В последний день прошло торжественное награждение лучших работников агропромышленной сферы. Вручали награды Российской Федерации и краевые. Результаты в сельхозсфере поражают многих. За последние три года освоено около 2 миллионов гектаров земли. Теперь впереди работа над их плодородием. За последние годы все мы с вами видим, как многое удалось сделать в вопросах развития сельского хозяйства в нашей стране. Мы постоянно наращиваем выпуск продукции сельскохозяйственной. Мы все увереннее идем в переработку и производство товаров уже более современного передела. После награждения традиционная экскурсия по площадкам губернатор региона Виктор Томенко и глава Минсельхоза России Оксана Лут отметили, что с каждым годом количество экспонентов на высадке растет. В этом году представили 670 различных единиц сельхозтехники и оборудования. В ходе экскурсии делегация оценила многие площадки крупнейших заводов, предприятий и колорит животного цеха. И, конечно, затронули тему предстоящей уборочной кампании. С точки зрения уборки сейчас мы идем в силу погодных условий, оперативнее, чем в прошлом году. На текущий момент мы собрали больше 32 миллионов тонн зерновых. Пока прогноз по зерновым мы не меняем. Пока прогноз у нас остается 132 миллиона тонн, так как ожидаем, что будет ряд тоже сложностей при уборке, погодных сложностей. Алтайские сельхозмашиностроители свою достойную нишу занимают на рынке сельхозмашиностроения, на рынке техники. Мало того, между нашими предприятиями существует серьезная такая кооперация. Все это нам позволяет быть в числе лидеров по производству сельхозмашин, сельхозоборудования. Сегодня все, что касается посевной техники, навесного оборудования и целого ряда того оборудования, которое используется для работы на полях, в том числе внесение удобрений, это все сегодня делается в Алтайском крае. На агрофоруме Дне Сибирского поля можно было окунуться не только в сельхозиндустрию, но и спортивную. На площадке пивоваренного завода можно было попробовать свои силы в баскетболе или поиграть в подобие бирпонга, выбить мячами стаканы противника. Вот таким насыщенным, ярким и разнообразным получился 13-й агрофорум День Сибирского поля. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.